здравствуйте дарья все отлично всем доброе утро да хороший матч у нас будет айджи вчера мы смело комментировали как раз таки матч против астер продемонстрировали хорошую доту хорошие пики и хорошую игру но противостоять им будет один из лидеров вообще региона twitch gaming про этих парней сказать нечего эти парни всегда в топе на всех лигах идут поэтому очень трудно сейчас для же будет этот матч выиграть да там как раз сейчас уже пики идут сейчас будем потихоньку к ним переключаться и посмотрим на то что все-таки смогу здесь invictus gaming сделать у которых результаты далеко не всегда стабильности отличаются и что ж у нас тут немного поменьше народу стало в группе юбе которые участвовали в этой лиге они были дисквалифицированы и забанены в принципе от участия на лигах и турнирах от этого организатора и теперь у нас я так думаю что просто не будут они ни на что заменяться посреди лиги а просто будут все их почти отменены и все и там каждому он достанется по дополнительному очку в групповой стадии тех по тех победы просто всем дадут и все да айджи вчера показывали о д в двух играх двух победных играх это был ключ вообще к их победе над астер поэтому вполне возможно мы здесь тоже увидим этого персонажа очень хорошо он зашел на 2 3 карте пока здесь не намечается этот герой но он может появиться всегда импера можно поставить и на третью позицию опять же эмбера играет и на четверке в китае и соответственно первая вторая без каких-либо проблем поэтому если сейчас мы увидим каких-то очень много милишников или либо какой-то напор от вич и гейминг то вполне возможно это туда заедет легко потому что здесь под комбинацию и под шаду демона амирана заходит и под воды она может ромить хорошо если тайминг там соблюсти под астрал поэтому про удочку я бы вич и гейминг не забывал бы да и надо бы заметить это что в принципе инвиктус гейминг по-моему я уже раз третий вижу волчью как они играют этой комбинацией так что пока не берут все то чем они играют и всегда и просто им комфортно с этим всем а вот у вич и самих ну такой интересный сейчас расклад по драфтам будет вот monkey king уже есть и это monkey king которым и папарацци исполняет и на мид он тоже ходил и тут я думаю что это будет зависеть от того что конкретно будет инвиктусами все-таки в мид поставлена потому что милишникам все-таки не особо приятно стоять против monkey king а на миде интересно за тени наблюдать что тени появился на самом деле на первую стадию но этот герой которого не не берут не банят и ты начинаешь именно с него распик вполне возможно просто завуалировать свой драфт не показывать там кор каких-то персонажей посмотреть что твой противник откроет поэтому тени такой парень вроде редкий но на самом деле плевать просто на четверку он там идет какую-то и все хотя можно и на двойку поставить и на тройку куда угодно до вариантов у него здесь много как существовать и видим то что легионка появляется для ну закрывание джаггернаута может через иммунитет к магии тем более импер тоже такой ловить его надо легионка здесь трудно поймать во первых она против джаггернаута на линии хорошо стоит за счет отдых да и пресс-атака просто на моспиде бегает и крутилка не супер хорошо работает мягко сказать плюс ко всему если шальная рамзесовская стрела залетит где-то там в лейт-гейме это всегда есть опять же пресс-атак который может снять эту стрелу да это хорошо здесь есть что почистить и причем действительно это поможет пока видим ласт бан у нас залетает это пл который в принципе действительно могу лицо сломать джаггернаута когда дело касалось бы хорошего фарма но это тоже один из лучших персонажей папарацци которые есть но и морфа забанили тоже вот три его персонажа любимых здесь это нога плюс лансер плюс морф они трое уже отвалились нога лансер морф джаггернаута сами забрали ли плюс гейминг один из тоже самых любимых персонажей у нас папарацци кстати заметим что он играет без тега что очень странно просто эврус дальше видимо подзабыл поставить ну ладно что он тут один такой оказался ну и стопа баном теперь вичи здесь нажмут они точно будут ожидать от инвиктус гейминг тройку вряд ли они туда конечно пойдет и в целом учитывая раздрафт инвиктус тут можно взять какого-то инициатора у них на тролль для вичи туда будет наверняка если манкинг отправится миддл то тролль если манкинг для папарацци то скорее всего что ты серия шаду демона они шаду демона шторм спирит извиняюсь а вот теперь нужно подумать брать ли больше дизайвлов в оффлейн либо импер спирита теперь ты уже не поставишь в оффлейн импер спирит точно должен стоять против шторма поэтому и вот нельзя брать какого-то слабого оффлейнера потому что будет стоять мирана плюс вот этот слабый оффлейнер и сюда пойдет там манкинг просто будет линию доминировать один поэтому там обязательно нужен герой такой который ему даст отпор кто этот герой сейчас увидим но вообще я думаю что все таки инициатор здесь какой-то может нарисоваться может кентавра может тайт если уж не отпор давать то хотя бы потом драку работать а здесь решили некра ну уж тарма видимо ловить тарма ловить раз хороший дизайбл да можно влепить по нему и некрофос против манкикинга будет в оффлейне неплохо стоять опять же это оранжевик который манкинг не сильно напрягает съесть его шраут опять же против этого манкинг может прям в центре арены находиться и ничего страшного не будет плюс это герой который ауру собирает как-то ранее мега пара брейсеров там ранее мега гривцы ну что-то из этой серии это же это хорошие бафы на тут принципе ipad не помешает так если подумать хотя очень много контроля пока что есть у вичи и теник чем-то поможет и котел может поставить под арену велоу висп и это все надо будет кому-то бить идти джаггер скорее всего будет с этим справляться учитывая то что он покрутиться может вполне заехать в арену он разобьет велоу висп обычно ты хочешь потратить крутилку чтобы из раки выйти чтобы если что-то идет не так они просто потратить крутилку чтобы сломать этот велоу висп да это как бы круто но потом у тебя крутилка заканчивается и на тебя нападают а ты уже ничего не можешь делать пик айджи он хорош но у вичи пик лучше как по мне потому что опять же шторма ловить очень трудно monkey king плюс легионка это будет сильная очень комбинация на банкингом пресса атакам просто будет наяривать дай боже ну и тени с котлом опять же это очень хороший замес рассказ тени да если там до даггер быстро отбирается но и виллу висп котла плюс blinding light опять же тебе очень трудно будет ломать ультимейт я на вич наверно будем переходить тогда уже теперь к самой игре смотри что здесь будет происходить у нас вич и гейминг действительно все таки пока что продвигаются в топе таблицы на первом ли месте сейчас посмотрим пять-два они идут на втором месте играли несколько ну что ж классно конечно тут у них пока задалось потому что когда помню дело было на с идеей лиги это все было не так уж успешно там они на третьем четвертом месте где тут бродили а здесь или лига вообще какая-то странная была там спаркинг аэрогейминг у нас закончили на первом месте вот эти выскочки до которые там вышли у нас теперь два просто всех переиграли сейчас на всех лигах они идут там где-то внизу турнирные таблицы но это было очень интересно что вот именно в этом сезоне сидей там в первом сезоне сидей они реально всех развалили ну теперь посмотрим как это здесь будет потому что в целом видим то что тенденции появляется это что в других регионах уже как-то отлиг воздают смотрят людей меньше играет меньше а вот китай непривыкать они всегда таком темпе жили здесь у нас gc решил пойти отнимать ванпост но он не знает что здесь так много народу поэтому для него сейчас это может фатально закончится хотя его просто поддержать нечем есть тос и вот после тос уже фраг делается ну что ж первая кровь неплохо для девая тоже для него там какой-то ранний возможно тапок появится ему только приятно будет ему без тапка приятно уже берете посмотреть на котла на его моспит и на моспит вообще всех остальных героев вот легион когда тоже вот очень быстрый герой котл легионка остальные еле двигаются пути не 355 с ботинком а у котла без ботинка 330 они бегают почти наравне пока сейчас вот девать чуть ли не может отдать две точки нужно будет давать уже хорошо другие липы липы потратила это очень на самом деле плохо что какая взял липы на первом уровне он сейчас не сможет нормально силу набивать ему нужно будет стоять просто так и стачковаться где-то на лайне он не сможет стрелами формить и быстро зарабатывать себе уровень лесу это действительно так все-таки ваншотить крипов стрелой это очень приятная опция тем более что он тут набрал себе закуп по принципу я думаю того что он хотел стрелы кидать ну вот кларетка теперь у него поваляется немного ну что что в любом случае на даблет он там рано или поздно этот второй левел возьмет и это скорее рано чем поздно случится вот видим то что какая уже мучает очень очень много хп потеряет и здесь как бы не погибнет девай вряд здесь конечно затыкает до смерти но то что он так много регена сейчас будет вынужден тратить он еще немного понаглела решил девай на себя стянуть и теперь пошел драться фласкот певает просить ее не получается пиваев просто не добегает до него и девай здесь погибнет от еда не не там два еда все висело первый уровень слишком слабо девай трудно догнать вот о чем я говорю 337 спида у котла это очень 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 много один из быстрых самых наибыстрейших вообще героев которые есть да да это так он на коне так ну что у нас там на миде пока что все ровненько в целом должно быть здесь для папарацци довольно легко ему милищником стоять против эмо приятно ну а мы видим пока что крипов несколько не добивает это история типичная когда дело касается мк но свапки никто ли не ими не желает хотя вот здесь такие свапки произошли от вича чаще грамотные изначально вича лайнер свои расставили что шторм пошел против них ров состоять ему очень удобно этот лайнап и манкинг соответственно против эмбера в медиа манкинг должен там выигрывать побеждать перекрепить и динайвить до 8 4 против 2 0 у эмбера в принципе результат этого лайна на лицо да тут ему ничего током не сделать он пытается застрепить лавел получить возможно понадеется на какие-то стаки в дальнейшем уж тут негде больше вывозить но свободе не решается там какая все таки мучили мучили и домучили потратил весь реген и видимо пожадничал им пошел и умер вот вот и видим то что для него тоже импакт уже отрицательный пошел нас его липов деваться ему некуда получать надо но здесь уже оказывается три человека на линии из-за которых приходится так делать и эмо в соло забрал вторым счетом как то все получилось интересно задолжил может быть бонул страйк странновато да было да как то здесь это случилось ну что же и это решает проблему все теперь для эмо у него там были некоторые отставания сейчас он по леву уже на опережение пошел по деньгам ну не особо много конечно скорее всего с этого фрага снял но видим то что ой тут проблема есть у него потому что нет он не стал эти не стал эти саппорт спасать но и правильно на самом деле не не за что там бороться там рунки нет но без потенка пока он там добежит четвертый уровень смысл ему все там бежать кого-то пытаться убивать там два саппорта фуловых никак не пробьет поэтому лучше остаться на меде ничего страшного умерла это шаду демон и умер ничего страшного дайте тоже вот подбили неплохо так пока саппорта ушли он остался один и оля пришел на мид уже после смерти за бузил боттл для эмо и будет выходить отсюда пытаться смог на себя нажми чтобы быстрее бежать но вряд ли какой-то импакт он нести сможет на линии принципе у янга с котлом здесь линия очень хорошая им вообще спокойно стоится девай здесь подцепить слишком сложно он быстро как ты уже отмечал ну и плюс рядом есть легенка в случае чего подойдет и стрела откинет пока она еще не качал пресс за атак но ей и без него хорошо и опять кстати на папарацци вышли на миде чуть было он там не то чтобы не погиб конечно но по хм очень сильно просесть он вполне рисковал на фейк тп от котла пошло просто испугал их отошел так бы мог конечно здесь умереть если дальше пошли за ним героем эджи который один чуть-чуть по золоту нас ведут вич и гейминг но это не страшно думаю всегда можно преимущество отыграть какими-то киллами посмотрим как с этим будет справляться на саджи легионка пока там соло гоняют у нас некрофоса просто не подпускает его крипам некрофос играет пока без угос шрауда что может на самом деле сильно повлиять ну на самом деле здесь очень большой кулдаун много шраута не спасет от янга особо поэтому он видимо предпочел больше внимания пульсу уделить и херстоперам возможно даже как-то дэмошу нанести но этот дэмош легионка на самом-то деле не ощущая я смотрю воли там пока пиваева задержал gt его окружили он пошел тут уже наверное смерть видимо отводя от остальных килл для янга очень приятно что у флейнера именно достался достались эти деньги быстренький физы себе принесет это тоже микрофосу будет неприятно стоять просто на ноге будет гонять постоянно за счет пассивки тут на миде прямо развал по крипам если посмотреть сейчас давай наверно ценим уже что по общей ценности получилось у нас да несмотря на фраг все равно вырваться у эмма вперед не получилось но и хорошо на самом деле равный в итоге такой счет по золоту здесь оказывается для него очень большим выигрышем на линии потому что могло бы все гораздо и гораздо хуже мангинка мангинга уже трудно пробить у него все второй бэнд прилетит вот там в районе там тысячи хп уже будет и тут триггера и нужно чтобы забрать еще фэрифайер у него есть поэтому папарацци здесь будет стоять очень комфортно фармить просто на халяву свой line а вот эмбер спириту нужно что-то сделать вот он сейчас получит 6 левел и скорее всего сейчас будет выход вниз подать 6 левел нужно одного крипа этого еще рунки бы еще дождаться если повезет было бы классно для него но пока вижу то что делает просто сепорт вниз потому что там драка гош раут уже в качестве идти пока что он остановил нападение на себя янга попытается подцепить есть по нему привязка три стака яда уже тоже висит на нем а пресс-затак потрачен был и вот на него врывается добиваясь от кема да к сожалению снять яд невозможно все равно дымашь получишь при всем желанием все равно втроем опять же стянулся мидер да он забрал янга до заработал там эти 175 голды но очень много он потерял на самом деле и по xp и по золоту потому что это xp разделилась на всех опять же золото не так много это как даже меньше чем пачка крипов здесь и роза летает попадает папарацци но тут рядом никого нет опять же даже ремнантов нет у эмбир спирита в огромных полистью чтобы какой-то дэмэшность евро с 980 хп 6 армора как забирать его непонятно даже со стрелой без трех ремнантов вряд ли что-то получится поэтому не лезет эмо он пытается что-то подфармить но ситуативно сделал тп все-таки хорошо что хотя бы так фраг получилось заработать и видим то что он в своей команде ты на первом месте по фарму находится мы на верхней линии вообще внимание не обращали а здесь fly fly довольно тяжело стоять все-таки там ручку заряжает без шторм и видимо из-за этого жакер просто подойти крипам не может когда они не под тавром шторм уже большого левела седьмого там соло ставил как раз на протяжении всей игры поэтому его сейчас забрать будет очень трудно то еще ману ему залили тут смещается конечно с кака вместе соли от если от тайминга стрелует попасть на тут все запалил это девай все и тут какая еще скорее все будет умирать хотя липа у нее есть аж три штука и будет уходить да все закончилось тем что даже там тычку по нему больше не было прописать он отпевается флаской и может еще какая-то здесь попытка будет зайти у джаггера есть сперва ломни так что можно попробовать мне слышно не знаю там попрыгать хотя бы по котлу но подцепить дурного кого-то слишком медленный здесь у нас уже поэтому пока он дойдет пока астрал даст уже сразу что надо наверное на м рассчитывать на привоз ремнантов ну или на стрелу какую-то удачную шальную которая залетит но ни того ни другого не произошло поэтому все разошлись шторма все действительно из-за того что он соло стоял идеально первое место по на эту курсу и флай флай он здесь погонял достойно очень круто вичи двигаются по карте но сейчас девай будет умирать и скорее всего следующего ремонта да но все равно это суппорт ничего страшного пятерка он там рано или поздно свой вело вис поставит сейчас 10 минута скоро подходит книжечки появится там либо для тени кстати у них лавил очень неприятно что у котла что у тени двигаются они очень по карте и не досчитываются xp но коры живут ой хорошо хорошая стрела здесь попадает сейчас четко все было сделано действительно так вот и первая смерть его настигла получилось умирание себя несколько реализовать и пиво и в далеко по тар пошел и флай флай здесь не сделал на теперь пять человек здесь будет от команды битус гейминг так что драку надо навязывать янг снимает себя привязку врывается дальше на передовую ори ори очень много хп он еще может подраться и тем более у него 12 стиков уже он их жмет отлетает подальше и м просто не может никого зацепить хотя здесь есть стрела теперь уже на янга сам янг себя в таком ситуации не снимет ничего тем более что произвел так был бы в кд даже если там была другая жертва но и снимает его в секунду времени но для пятерых на одной линии этого конечно мало хотелось бы еще товар в придачу забрать но даже этого маловато но драку больше навязать не получается огрызается у нас айджи и огрызается довольно таки хорошо опять же вот эти очень важные киллы были что папарацци на миде что сейчас янга забрали который на full free фарме стоял и эмбер спирит выходит на первое место у нас по над ворсу круто для него ему нужно быть хорошо раскаченным потому что все-таки пик вичи он сильнее будет любит они собирать любит они собирать возвратку блэдмейл но здесь вот майл будет появляться блэдмейл эта идея конечно интересная но будет ладно играть через магический демош такой видим то что не края убивают так а вот это была первая дуэль для легионки между прочим и она близится к блинку и причем довольно к нему уже близко загулял самом деле очень далеко пошел туши у тиммейта уже отбегали там сторону речки как раз таки десятая минута там к рунам они подходили застоялся у нас здесь некрофос и поэтому получил смерть что-то некро прям совсем видим отрицательно выделяется своей команде очень большая разница между ним и джаггером по золоту хотя джаггер тоже вот видимо он далеко не хорошо себя чувствует будем смотреть что и джаггер здесь будет качестве реализации предлагать здесь я видела она момчик мом криты что ли в последнее время мы с тобой по моему дагоним собирали на него еще да по моему папараццика раз играл вич и гейминг это были вроде как ну вот в принципе появление аганима я думаю здесь тоже отметать полностью не стоит очень уважает этот аганим в китае вообще на любых кэри ну а monkey king будет делать саблю и будет драться с саблей уже в принципе я думаю сразу там помощь для него будет дэмэш есть самое главное для него это вот вставить в арене а врывчик у нас там будет ну папарацци прыгает под тавером он хочет на gt напасть в принципе гошраун для него не особо помеха потому что кулдаун большой переждать его там можно будет и задайвить и они втроем оказались внезапно вич и гейминг вот один вышки команды витус гейминг на топе смотрим миранова убить самый неприятный персонаж потому что дать это рандомные стрелы не очень мешают попытка напасть рус прыгает палка не забить палка не сработает окси за переждали а там кулдаун 30 секунд практически нападать дальше не стали разделе опять же на телепорт это space ты когда вот так вот нападаешь сразу моментально команда начинает телепортировать какие-то суппорты на других лайнах ты спокойно можешь без каких-либо проблем просто подфармливать такие фейк нападения тоже очень важный по макро игре вообще интересно что не так толпами ходят уже и invictus трое четвером продвигаются и вичи гейминг то же самое делают и там что-то по-моему по раз один остался против троих на линии очень опасно ему там оставаться лучше бы ему пойти до фарма себе саблю ну а тем временем момчик уже появился джаггером и это для него и фарму скорит принципе и подраться можно попытаться хотелось бы еще плюс слот интересно что он будет себе все-таки брать на бласть он появился в тайнике может быть это какой-то дизоль аж будет интересный выбор почему бы нет хотя не знаю как-то с точки зрения общего импакта всего ультимейта как оценить но здесь видим пока у нас на миде пива его забирают это фрагли эмма его продолжает доминирует по нетворсу ну и на него вся надежда в команде пока что самое главное что стрик сорвал счет очень приятно для мидера что он сейчас килинг спрейм с тени снял инвиз прижимается но все это дело у нас вичи гейминг доджет просто будут сдать на хайграунде у них на подходах к хайграунду стоят центре поэтому они видят все что хотят ну это один вышку продавать в принципе тоже не обязательно она довольно еще много хп имеет и поэтому подраться за нее можно да и есть в принципе вичи гейминг не считая виллу висп а хоть сейчас виллу висп тоже накапал виллу висп можно будет поставить ставится он джиггернаут у него скоро закончится его крутилка и дальше в риф пошел вообще тори со спины забирают мирану мирану здесь уже стрел не покидает и это будет размен на янга неприятно для команды вичи вичи еще саппорта теряет и по поводу ори здесь история тоже довольно опасно потому что ману не может закончиться но пока видим то что ситуацию контролирует и отходит назад как только понимает что команда его поддержать уже не может да папарацци не приходил вообще в драк он просто наверху фармит в товар сносит без каких ли проблем этот размен по товарам будет кстати блэймэйл собрался эмбер спереда отказался над этого майла неплохой выбор на самом деле это прям много импакта нести может там какой-нибудь хотел рандомно задует все для у него же минус пол лица условно говоря легионки то же самое касается ту или что и не так было приятно если вдруг решит янга гермеи да как-то не очень точно ворвался как ты то ли сбили то ли что-то на дуэль и не посадил по моим мир спирита хотел вот посадим и шаду демона нормально хорошо на 2 только 20 демиджи уже есть неплохо что у нас у джеки некрофос в которой все отвратительно было в начале сейчас на фахут будет выходить я думаю какой-то пайп да соответственно у него пока игра не клеится по обдорога конечно здесь насколько полезно вопрос потому что там уже физу скоро начнет мк вносить неплохо и то же самое легионки касается а вот и gt нашелся и тут опять четыре человека внезапно казалось но очень-очень наглых местах парме gt его там никто не останавливал от того чтобы в своем лесу посидеть а арена тем не первый раз уже папарацци пока что еще может кака собой забрать нет чуть чуть не хватило ему буквально тычки и кака выживает прожав стики арена потрачена для мк джеки постоянно так вот агрессивно играет это то ли спейс то ли вы не знаю то ли реально вот брак от него потому что снизу не чувствует он как бы оппонента где он может находиться по всей карте бегает и отдается хотя он левел неплохой на нем хорошо экспы поднимает это все так теник у нас буду скоро будет с даггером и это очень приятная новость все-таки предмету не дешевые для четверки и здесь он на фрагах заработал и вот плюс появляется у нас для манки кинга сабли наконец-то но почему-то прижимает а вот они янга хотят подцепить ну fly fly рядом оли спасти здесь будет на самом деле не так трудно я думаю этот демеш пошел 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 слишком долго это поделается спастись не получается и уходят у нас с фрагом в итоге самое опасное вообще что здесь появляется на карте это у шторма появляется орчид буквально 300 400 голды они упадутся орчид и он может делать эти соло киллы и нужно быть очень аккуратным айджи потому что любой корт там будет умирать и у ла нету эмбер спирита он через блэдмейла играет и через молнии джиггернау тоже играет без монта ставила он играет через маску в мэднас дизоль это будет изи киллы для шторма просто нельзя тут соло будет загулять мне кажется что джаггер при а будет потом и соберется к манту рано или поздно да действительно это слишком опасно для него без крутилки оставаться файте и это будет легкая цель для того же шторма ну и вот пока он там собирает себе этот орчид вообще да интересно он тут немного доделал свой билд под то что может сделать инвиктус гейминг и в последнее время далеко не всегда собирает на него учат вообще и оля кстати сейчас он может стать жертвой манки кинга хотя тут посмотрел не его посмотрел и ушел отсюда подальше а тут решил даже более ультимативный выбор сделать джаггер он решил собирать себе блоки на бар ну в целом да там и так много всего можно пойти сделать девай пока ставит пила виск подконтролил зато врывается еще и ори дальше должен как а забирать как а в минус пошел джи ти тоже был подцепить но у ори уже маловато маны нужно отойти от пиццы вернуться обратно уже фуловым эрус рядом папарацци врывается на флейфлая янг тут может не выжить и да погибает он видим то что победителем дуэли становится флейфлай и оля будет жизнь тоже засейвил себя папарацци его арена здесь так много импакта как хотелось бы не внесла хотя он стоит до сих пор здесь и ждет но все равно видимо не хватило есть дальше его могут и убить у него палка через девять секунд пиваев должен как-то помочь попытаться его еще в кд в итоге забирают и манки кинга за то что он пожадничал остался здесь и четверка его вместе с ним тоже на самом деле все так просто вышло для и джи знаешь из чего из-за того что дизолятора есть у джиггернаута вот как только взял в дуэль легион командора просто из изолятором его джиггернаут сразу моментально убивает и после этого уже ничего не клеится ну что ж вот импакт видим плюс очень быстро дизоли это уже сразу показала себя и реально быстро все получилось под момчиком и реализация пошла очень успешно там вполне мог уходить манки кинг пока стояла арена мог там по деревьям попрыгать и уходить но он решил видимо что шансы есть кого-то подубить вы это было не так а шторм решил тоже бкбшку дело вторым слотом видимо побаивать с какого-то контроля лишнего хотя вот что такое здесь может сделать под этой бкбшкой ну да может вообще от него там был файтер я так смотрела больше вопросов доставляла скорее легионка которая ворвалась и умерла под джаггером не ожидала что так легко джиггернаут пробьет кстати волосовский камень где-то валяется подобрали его довольно забрали и очередной выход вот этот вард очень красивый стоит на самом деле этот вард очень много делает для гейминг сколько сюда не заходили у нас игроки вичи этот вард постоянно контролировал их и опять смачок и опять выход под этот вард опять этого сейчас можешь сыграть из какого-то котла быстро убивают и ищи просто из леса уходят в так принципе придали вообще должен цеплять ему привязку не дал пришлось римнан тратить и все точнее там видимо кажется но не зацепил просто этой вязкой папарацци снова хотел поставить свою ульту но немного проблемы возникли с этим сначала но сейчас видим то что она ставится и забирается сэма забирается джейти как а сюда прыгнул тоже видимо чтобы погибнуть янга очень больно может сейчас жить и пробить джейти пока что еще живет и янг опять отдает дуэльку по итогу джейти правда с этого ничего не получает дан дуэльки то выигрывать приятно но как-то пока не идет виде второй раз подряд легионка вырывается и мне кажется что даже будет мило здесь и не спасет все равно там и на веру уже этот год на буду драться дальше не дизоль очень красиво зашел нравится как только легион куда-то рвается и и буквально с там с 5 6 ударов джиггернаут убивает там криты вылетают криты машины и ничего не может делать легеном алой легенки и легена армора срошан работает пока драфт и видим преимущество пока набирается небольшое не фатальное но все-таки видим то что в файте джаггер делает очень многое ну и когда будет у него не пока бэшка там целом он будет вообще свободно разгуливать и наверное надо бы ему какой-то армор себе собирать или баши то есть укрепляться уже без участия манты она тут ему с бока бэшка в целом ни к чему разве что ради статов но статы может и супер башер дать айгис ман шторм эмбер спирит дам джиггернаут будет блокен бару ходить и ул появился у мираны подкинули сюда через теника мы уже это видели да что он играл на этом месте ну он на миде стоял на речке принципе не так уж и далеко давы рядом был но теник хорошо с бенка ворвался правда погиб на размене балкин бары нужны балкин бар срочно нужен манки кингу он от некрофоса постоянно умирает вообще в принципе от всех умирает ну вот вопрос что он здесь вообще может по импакту в файте предложить даун гуш рауте стоит вроде как какое-то время файте потом гуш раут заканчивается и все и он удар вообще не держит ну и в принципе это понятно интавик у него и с хп тоже пока не идеально все но он будет юл септер делать это тоже даст возможность немного постоять и и подамажить аурой какой-то там у пак с этого внести ну и дальше увидим что он будет делать вообще пайпа вот имеется можно и в стране как-то находясь и прожимать пайпа приятненько когда тебе гречку сверху насыпают или волной задувает но по факту здесь вот маги в основном от шторма прилетает пока что а и муре ген сейчас в ручке попал хорошо очень вовремя приятно адрес от у нее денег два блокенбара очень хотят у нас собрать игроки вич гейминг это и папарацци это и шторм соответственно они примерно в одно и то же время них появится и нужно постараться дожить драки до вот появление блокенбаров потому что они сейчас слабее но до бкб шторма принципе недалеко а вот monkey king пока размен таврами здесь не будет видимо происходить да просто очень быстро подмомом здесь золем разваливаются тавры это тоже плюс кстати потому что пик не особо пушащие у инвиктусы джаггер это положение спас дизолем действительно прям очень хорошо зашел из-за ранних таймингов из-за того что он активничать начал то есть как только дизоль появился он сразу всегда с командой всегда дерется и самое главное что-то на его нетерсти не сказывается успевает он там что-то где-то подъесть янка убегает здесь он боится мираны который раз к сиулом хорошо может закомпинировать свои скиллы под стрелу да вот кстати решение подъехала для легионки она будет собирать себе либо до лебарду которая позволит и в целом миссии какие-то там надеяться на них лишнюю тычку не даст на не понеджи гернаут во вторых джаггера заткнуть и он это пока бэшкой не снимет смотри какой вар стоит на иншентах вот стоит два центре и ни один центре как бы не видит просто не видит эту арт не дотягивается между ними встал то хороший варт на самом деле интересно выглядит казалось бы чуть-чуть от дефолтных точек сдвинут но уже работает но ура жить и пока что пытается помочь своему саппорту живет пока что оли и оли выживет перед приходится пиваев тут будет умирать под ульту некрофоса ну хорошо хоть один пиваев могло быть и гораздо хуже но уже в который раз ситуация для вича там еще папарацци где-то у нас погибает а его fly fly забрала и опять это было через умни слэш в соло он соло фраги делает по вражескому кэри ну это сила мама конечно на джаггере 18 уровень там конечно от от ульт и вообще никак не выжить особенно под изолятором там что-то ему уже едет так пришел ори не смог за контроль попай да он принципе так бы не смог я думаю бы к бэшку бы не можно было прожать а она еще не прилетела летела не долетела еще хотя на самом деле я бы на его месте еще бы призадумалась до этого момента покупать бкб-шку или нет потому что ну слишком пока хорошо все идет и ноль импакта от шторма с его орчидом дивай как-то очень быстро развалился там еще крита на пол лица прилетела от джаггера но и джаггер теперь готов идти хоть на хай граунд на самом деле здесь секунду к бкб-шка то как же решает vision все-таки в доте что один вар доставил который под тир-1 сверху у инвекту с геймингом просто для них там чуть ли не три драки выиграл не всегда большинстве были и вот этот вард тоже собирает очень много информации который не блочит мне там не шутов ничего его не видно к стелс вард так называемый вообще не палец информацию при этом собирает но здесь сделать по сути бы было нечего команде сил свет в том что два вышки нет уж и его оттуда держаться но сейчас увидим то что инфа есть о том чтобы пара цию фармить на инжентах и поэтому там душили немного сверху тавр т2 у нас три человека закончился аегис принципе реализации вот здесь не последовало ну и это не страшно за это время очень много отжали по фарму инвектус гейминг уже 7000 играют вперед команды вичи но и эмбер будет скоро с линкой поэтому не будет бояться в целом врыва от легионки а легионка тут но это качество классно просто сбить все практически нечем это линку тут разве что шторм это может делать а шторму не хочется таким заниматься своими сплами они нужны это контроль как вичи гейминга выходить из этой ситуации пока очень трудно нужно хотя бы блокин бар на манкинги дофармить что без него все очень слабо тегер на вот прям поверх блокин бара будет ультой продеть да и хорошо себя чувствует при этом то есть скорость атаки позволяет ему забирать так видим то что мирана в инвизе ходят про чекала юл септер есть под юл сразу же полетела стрела орика с кака хочет разобраться на кака свою задачу уже выполнил хотя может успеть и липнуться отсюда пока что держится до бежит 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 на всех поршнях ну и виден там сетка пока что держится ори решил до последнего сей был геймар прожимая чтобы саппорта убить файл файл тоже пока вы прожимает ори отлетает подальше чтобы он не по нему не попал зато параться попадает и кажется он здесь слишком больно себя ощущает под этим хотя файл файл подконтролили хорошо палка там есть дизрапшин помогает ему выжить дизрапшин помог выжить ли ну очень больно я сейчас может его добить хотя папарацци уже погибает так что размен равный есть джейси прожимает гошраут и хилится очень хорошо и янг по-прежнему живет янг видим забрал с собой джаггера все-таки после этого все-таки погибает от косы размен 2 на 2 но в целом учитывая бедность коров команды вич и приятное для них очень долго папарацци жил как раз таки в арене успел арена поставить до ультимейта джаггернаута но вот хилка под конец она порешала там джаггернаута он тоже очень много времени жил не смог дофокусить янг но там еще одну тычку задолжил так что шавари у нас тут пока видим жить и законтролит и убьют дачу здесь сдержался хотя ведь еще живет слушаем на размин пойдут да да они сейчас еще и в ответ заберут ну да ему тут подошел уже так для проформа что-то демон хорошо решает против этих врыв да он принципе там какое-то время давал пожить и джаггера дополнительные все равно убили через дуэль и забирает в ответ также саппортом и анстапа был стрик для ори набирается как тут здесь и казалось бы на фоне не очень хорошего вообще пока что перформанса твичи вори ноль смерти имеет и вкбшку свою вот прожав реализовал ее на ура моментально вниз там хаста может быть не дать забрать нет успевает хотя с хастами не меня не стоит пробивать здесь что просто на развороте пойдет на сами спирт очень мало маны у ори если был кинбар и придется тратить по ходу нормально сейчас врывается видим с дуэлькой хорошо что уже не было леген сферы на тот момент когда он врывался сейчас потому что вижу то что уже откатилась от нас бить его было нечем особо потому что на самом деле 74 урона уже у янга то много соло цель то может уже кого-то вырезать того же самого джаггернаута он убьет один на один легко но как-то вот последний раз он ворвался уже с дуэлью когда делал это на файте около топ-2 уже в целом то он не погиб и подержался какой-то мало того что джаггер убил так еще и после этого на себя стянул двух людей пока не выпили то есть попал эру но накрывать его нечем просто нету перста чтобы накрыть косой хорошенько и есть виллу висп и опять же эти оказался отрезан команды и надо было продавать отсюда здесь конечно подальше опять дизрабшин опять время выигрывается но дракон вязать дальше уже не получится точно может ворвутся врывается отличная хорошая дуэль да просто в дуэлем пошел вынужден прожимать и бкб-шку и омни-слэш но видим то что решил все равно еще продолжить чтобы нажать своем не слышь и пиво ефа забирает еще крипов пофармил всех вокруг но дальше видим то что байбака джейте убеждает команду вичи гейминг развернуться папараццо забирает оля и на бкб уходит кривая ульта от джаггернаута взлетела он взлетела по тени прыгнул на всех крипов под тир-2 тавером и ушла от героев вичи гейминг поэтому не круто драка пошла для айджи переворачивает у нас свечи драка за дракой лучше и лучше всего них становится данные они отыграли 3000 преимущества 30 минут и есть вот джейте очень сильно команду вниз тянет то есть казалось бы там джаггер мог бы дать если потому то полетела как-то удачнее но то хорошо все оппозиционки заняли вичи чтобы этого не случилось если ульта пошла бы удачнее то он мог бы еще больше урона нанести но при этом некра просто нет он косу а не дал пойти потому что умер самым первым а когда с байбака пришелся уже ушли и ему уже не хватает немного порин минус половина хп по нему папарацци готов ультовать пока башку прожимает ли нет мне пока башка еще не откатилась зато у нас видим то что все из арены просто пешком вышли и в итоге она оказалась не очень хорошей а без арены принципе ли тут гейминг особо нечего бояться в новорождь пите они могут там скучковаться в ловис потому что уже было использовано еще не откатился даже близко так вот он заряжает постоянно неприятно здесь стоять и blinding light и поэтому да очень много вич гейминг здесь потратили новой джей думаю вряд ли на рошана пойдут котл серьезные единицы чтобы защитить этого рошана пока хилки нет и вот хороший смог вот этот смог может очень много решить сейчас если он хорошо здесь зайдет то это чуть ли не победный смог на этой карте будет да айджи ну да по факту сейчас нулевое преимущество каждый из команды каждый может хорошим файтом себе выиграть игру и рошан очень большое значение имеет самое здесь важное будет так смог-смог-смог есть ответные вичи гейминг свалили смог привязали янг и янг себя снимает привязку но и ловис там пока что не зарешал особо виде минус 2 уже сделали размен на янга есть джейси спорта минус 0 до пиаев сейчас погибать должен хотя ори врывается но реву ходит из-под фокуса на всякий случай пиваев покупается драться стоит ли вообще вас на самом деле сидит тут monkey king ну и хилка хилка для для гернаута тоже очень сильно решает замесим два суппорта очень быстро появится и тут чуть ли не байбек придется делать у нас янгу потому что по-другому никак арены нет нет все появилась арена вело виспе нет он там последний файти поставил тут же разбили янг дарина ставит пока что отходит подальше макенбар отлично оказывается внезапно господи какое состояние здесь на этом рошане как же они хотят вичи гейминг не хотят его давать и джи хотят его забрать это очень важный рошан этот финальный . мне кажется этой карты кто здесь выиграет вот это все противостояние то ты выиграет игру да но видим то что пока получается шиваться около рошана и ничего особо вечеринцы не могут сделать так видим оре без бкб это уже опасно на самом деле без бкб для него врываться файт очень-очень опасно и дальше рошана добивать будут нужно красить нужно красить нужно пытаться красить аегис есть арена ставится врывается ори на передовую и ори крадет аегис хорошо отлично он справился с этой задачей дальше янг у нас попытался бы дать дуэль на у него очень мало хп поэтому просто отошел подальше от он не слэша но все равно это не помогает ему выжить джи ти его спрятали в дисрапшен и флай флай живет на половинке хп начинает всех просто с руки избивать кори сейчас бкб будет ли нажимать после аегиса у него нет она еще не откатилась но и потратил до того как еще на рошана что-то началось и стрела отлично от кака расконтролил ситуацию забрали его и он ничего не смог сделать в ответ что ж по итогу то казалось бы в рошана забрали аэджи и аегис украли вича но закончилось это все равно фатальной дракой а байбак то нету янга хорошо что хотя бы и к забрали потому что сейчас аегисом на рампу тебя пошли они и так могут в принципе на рампу пойти на будут делать это более аккуратно но срок все равно успели я так вижу взять себе айджи и у них он лежит у джаггера сыр это тоже на самом деле аргумент учитывая то что не тут маны не особо много он подъездил в какой-то момент будет рад реперки то пробивается спокойненько видим задувает котел но крипы остается в живых а значит и бакдор протекшн включить шансов нет да пока включится там на самом деле еще джаггер и сыр и осколок очень приятно все но по артефактам сейчас хорошо идет вроде хп не так много 2000 но все равно опасно какая здесь хотел на его подловить час он вообще рискует довольно часто так смотрю с появлением юла он прямо в эпицентр драки прыгает и это работает девай тут решил виллу вис потратить без всех но видимо он под маги кинга рассчитывал на самом деле зря он это сделал потому что сейчас две минуты будешь без этого ультимейта один самый большой колдауна в доте а надо ли вообще идти куда-то снова на встречу противнику инвиктусом сейчас ближайшие две минуты нет ну вот они скорее всего дофармится просто будут ждать следующего рошана чтобы уж точно не рисковать потому что они вот внезапно если посмотреть особенно по графикам они очень резко свою сторону положение улучшили практически к нулю все свелось там было тысячи три но вот этот рошаны забранная сторона закончил за них 14 даже тысячами преимущества уже но очень крутая история хотя казалось бы там вичи уже в какой-то момент были настолько на пике силы что даже было трудно предположить что это такого сделать чтобы файт выиграть но оказалось все довольно просто берут и стрелы кидают все решается что нужно занимать же карту тушь они на своей территории вроде они доминируют 14 тысяч но вот по вардам на вражеской территории и все так круто поэтому нужно туда как -то смачок зайти расставить хорошие варды просто прижимать уже окончательно вичи гейминг базе если они хотят эту карту выиграть аганимчик появляется у эмбера очень очень приятно для него слот то есть теперь инициатива будет еще легче для них драки против фичи гейминг в риф и привязка но что там кстати некор у него он дагон решил делать дэмэдж такой носить то есть ауры у нас тут отменяется от него и жир от него тоже отменяется ну ладно в принципе здесь и без него как-то пока справляются хотя он в игру фактически не особо включается что-то суть по его слотам а у fly fly что у него супер башер появился и будет аганим все же делать да аганим аганим на ужин аганим сейчас мастхэв дополнительная микро микро ульта опасно эврос может устрелять блокб придется ему прожимать да так он и делает и под инвизом есть центре можно попытаться напасть так стрела полетела мимо в леса и fly fly сейчас за фукусят и убьют и все это минус он даже не успел здесь никак сыр нажать слишком много было контроля догонять забатили так догоняет есть вело висп хорошо и мы зацепили но он здесь будет уходить пытаться зато же идти зацепит и плюс дуэль для янга легчайше что ж минус 2 кора и следующий у нас как а мог бы погибнуть на него повесили сайленс но подцепить дальше некому потому что уриан и иули полетал за этого аэма с аганимом далеко сразу улетает с ремнанта ну отлично лично здесь пошли неаккуратно игра от джиггернаут хорошо его здесь подловили моментально и только сейчас появляется у янга алибарда он так долго и фарма да умерал в каждом замесе он первый кто умерал на блинг сделал перерыв вот в чем дело так блинг у нет первый был потом появился блейдмейл а потом алибарда а я что-то не обратила внимание ну ладно тогда действительно у него здесь 9 смертей он на первом месте в своей команде по идее должен быть по этому показателю да тут даже саппорт его не обогнали но зато на врыв он работает идеально и а вот здесь видим тоже пока еще пойман но видимо янга продадут внезапные тпшки оказались и это что-то как-то видимо удивило странный врыв очень странный врыв смотри на итем джиггернаута восьмой девятый слот две книжки но я так помню как-то наблюдала ситуацию со тем что эти книжки саппорты таскали что потом их попозже съели но это когда таланты были на экспо это работало недавно недавно совсем было там тоже тысяч лет как убрали просто таскали и вот какой-то момент ели я уже забыла если честно вот мне кто-то объяснял как тот конкретно чего может работать но я уже если честно не помню там был какой-то вот обоснование того зачем это делалось вот именно держать несколько книжек и не есть сейчас он поел они даже скорее всего магазине лежали он с обоих не таскал так что просто там взял и съел и leveler появляется и flicker не самые конечно интересные предметы на этот левел но у команды вичи уже много выбиты это таймлесс-релик отличный предмет для шторма и magic lamp который тоже принципе кэпэшка еще никому не помешал но если бы шторма блага ним бы тоже было бы очень круто лицем таймлесс-релик а иллюзии не скейп скорее всего сейчас файфлай поменяет leveler на это дело хотя мы увидим может и себе оставит не себе с пол призму взял которая тоже выпала только недавно пол призму тоже великолепно кулдаун на все вот эти короткие заклинания на фисты начайны пытается пытается кого-то здесь поймать у нас айджи пока это не выходит смог хороша у нас будет только через минуту 20 это основной таймер они думают что вичи гейминг находится в их лесу но если мы в в лесу оппонента значит оппонент нашим лесу и вот драка стенку так тут лучшей ситуации оказывались ребята из айджи они были в инвизи мираны тоже вроде как не полились ничем и забачена на иллюзию испарился смог из-за этой иллюзии руссо минус половина хп ну и все тут видим то что он пока что живет просто все выпугает из его арены и дэмэджа она не вносит совершенно и открывается файфлай контролит его убить его по-быстрому за дуэль никак не получится еще и янг стрелу ловит какая же плохая драка получилась для вичи гейминг они просто раскрылись нападя на иллюзию но там можно было все толпой не нападать только там на море а это все иллюзия не скейп вот в чем фишка была микро момент такой артефакт вроде для суппорта вообще никак не заходит на именно на развод это очень сильно влияет это 10 или джейм вряд ли тут монтикинг стиме отобьются не арена ничего гг пишут прекрасно понимаю что в трон пошли у нас ребята из айджи браво на самом деле очень круто все сделали это дезолятор на джиггернауте это просто великолепный артефакт который сделал игру который помогал убивать этого дикого дикую легионку там буквально за 5-6 ударов early game поэтому айджи великолепно отыграли действительно поздравляем их очень классно от них игра получилась они красавчики молодцы ну и макро от них прям очень интересное было со всеми вытекающими но вичи гейминг здесь еще могут побороться опять же best of 3 серия поэтому я думаю что они сейчас какую-то идею поинтереснее предложат на следующий у нас карту этой серии и там могут расправиться с противником хотя знаешь здесь то в принципе у них ну по драфту все было абсолютно дефолтно то есть им дали взять они взяли то что любят и отыграли этим ну в целом то хорошо линии то стояли выиграли у нас преимущество стартовое было завище но потом все все было неплохо но вот именно тот вард который стрел под тир-1 тавер с тавером сверху вот он очень много решал потому что они приходили туда втроем вдвоем кого-то гангать у них стали все было в центрях они думали что они контролируют эту территорию а на самом деле они попадали с ловушку они постоянно приходили туда на ганг и постоянно попадались на там четырех в общем на большинство персонажей оппонента и вот на этом начали камбэч у нас ребята из айджи очень жестко решает vision в доте особенно который ты не контролируешь да и варды были очень крутые интересные очень хорошо реализовывались но мы увидели это все деле ну что ж уходим на паузу совсем скоро начнется следующая карта и будем смотреть получится ли как-то камбэкнуть у команды вичи или все-таки это будет 20